всем большой привет добро пожаловать на канал сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами своими покупками своими находками из goodwill beans а также из обычного second hand если вам интересно такое видео если вам интересно что же выбрасывают американцы на свалку что-то можно найти с буквально за маленькие маленькую сумму скажем так то оставайтесь со мной я думаю что вам это понравится начнем если вы заметили что я наконец-то прибрала свой угол как я вам говорила я поставил эту лампочку на картину я повесила вот эти вот LED lights которые я нашла тоже на свалке то есть я наклеила сюда я наклеила сбоку и очень красиво смотрится если свет еще немножко пригласить приглушить будет вообще сыгр просто смотреться и они меняют цвета вот так вот и вот здесь вот моя новая вешалка двойная я думаю что вы ее уже видели ну что давайте нас будем смотреть давайте начнем с одежда которая у нас висит здесь а потом постепенно я вам покажу что у меня лежит возле меня вокруг отсюда такие штаны нашла на на свалки в гудвилд бэнс от фирмы лис клейбор размер медиум эти брюки я взяла для себя чтобы ездить там куда-нибудь на пляж на марка айленд потому что они такие легкие легкие материал айленд замочки свободные классные кармашки есть просто широкие такие крючки в хорошем состоянии это я их приобрела для себя дальше следующая вещь я не знаю зачем я взяла эту футболку следующая вещь это вот такая вот футболка с марио не знаю не показалось необычной такой а марио карт помните такая игра была марио но я не думаю что я на него смогу заработать много денег фирма называется марио карт но она тоже не досталась там буквально за цен за какие-то посмотрим попробую может быть кто-нибудь ее и купит дальше нашла вот такую вот маечку и вот такую вот джинсовку это одна и та же фирма я еще это не выставляла не фотографировалась будет фотографировать сегодня после нашего с вами нашего видео и я вот думаю мне выставить это вместе комплектом или мне выставить это по отдельности я сначала подумала что это детская потому что она такая маленькая маленькая но это оказалось не детская это просто размер small вот такую джинсовку продают примерно 20-30 долларов вот как называется фирма первый раз такую фирму я вижу вот такая вот джинсовка она мне показалось необычную потому что здесь видите такие есть цветы я не знаю даже просто перевод переводка какая-то в общем она мне показалось необычной поэтому я решила ее взять несмотря на то что она размер small что она детская и вот эта маечка здесь написано буква бей я у нас фирма или этот не подождите нет это не та фирма это разные фирмы это я не кью а эта фирма называется на букву бей фирма называется байо елю я уже не могу прочитать вот как называется фирма с другой стороны вот такая маечка и вот здесь вот буква б посмотрим не знаю почему мне показалось что они одинаковые дальше следующая вещь это вот это вот нереально крутая кофта с капюшоном или мы называем это ходи слышала что в россии называют это худак где-то даже на английском называется ходи то есть когда если без капюшона то называется свет чарт футболка кофта для потения скажем так кофта а с капюшоном это уже ходи ходи понимаете в общем вот такая вот ходи она мне понравилась она очень качественна очень качественная тема она меня и взяла фирма называется бей инг бинг здесь вот есть такое лого внутри я так понимаю что это чей-то мерч это не какая-то там супер знаменитая фирма это чей-то мерчендайз и такие кофты продаются за 98 долларов новая кофта такая продается за 98 долларов сзади написано здесь love me before they all do люби меня прежде чем все они полюбили меня скажем так эту джинсовку джинсовку ветровку худи как вам больше нравится я вставляю для себя она мне нереально просто нравится несмотря на то что у нас вроде бы в таких джинсовках в таких ветровках далеко не уйдешь она оверсайз да размер ладж 100% хлопок очень вот она просто нереально качественно вот ее трогает что она просто такая классная несмотря на то что у нас постоянно на улице жара все равно когда мы находимся зданиях у нас везде холодрыга везде кондиционеры ну и плюс у нас раз в год бывает такая погода когда тебе хочется одеть именно вот такой вот худи чувствует себя такой в общем такая обалденная погода ради которой ты живешь здесь целый год проходишь через все эти ураганы через все дожди только до такой погоды чтобы надеть вот такой вот худи дальше следующая футболка я нашла вот такой вот микки маус 100% american мне кажется что она винтажная микки маус потому что лейбл такой достаточно старый я вам говорила что микки мауса в дисне я уже не беру потому что она у меня не продается но это я решила взять потому что она винтажная она винтажная она не такая винтажная потому что здесь шоп двойной но все равно она достаточно такая уже старенькая скажем так вот говоря о дисне я и нашла еще одну футболку от фирмы дисней я тоже ее взяла потому что она была большого размера extra large вот такой бантик здесь написано мини кофточка и вот здесь внизу как будто бы казалось что у вас под низом рубашка но она без рубашки это дисне паркс обалденная кофта примерно за 25 долларов я планирую вы вы выставить то же самое касается этой футболки так далее следующая вещь это вот такая вот тигровая кофточка с таким у нас венеком свободные рукава фирмы это будет тоже не знаю но она мне тоже показалось такой необычной поэтому я решила взять вот как называется фирма фантастик фаум мэйден юасей наша местная какая-то компания не посмотреть что за компания такими кажется и толком не рассмотрела дальше следующая вещь это футболка от фирмы гарри поттер это размер смол но несмотря на что размер смол она достаточно большая как large то есть она очень такая свободная размер смол гарри поттер у нас очень популярен здесь это именно гарри поттер это не там universal гарри поттер и так далее это именно из гарри поттера вот эту голубую кофточку я нашла и думала я оставлю себе но потом все таки я решила выставить ее на продажу фирма донакара нью-йорк это вот такая опять же худи с капюшоном и у вас открытые руки и плечи она уже у меня находится в магазине я уже ее выставила за двадцать пять долларов если мне не изменяет память я так думаю что это тоже хлопок да стопроцентный хлопок она тоже такая приятная легкая а может быть я и оставлю себе новая кофта такая стоит 90 долларов смотрела уже дальше все что я сейчас вам показала это все было найдено на свалки на вес на моей свалки на вес я отдаю доллара восемьдесят девять за один паунд курточка фирмы l.l bean проблема одна здесь не есть небольшая капюшон кто-то отстегнул капюшон и где капюшон никто не знает но несмотря на это я думаю что все равно я смогу ее даже без капюшона подать вот такая вот ветровка от фирмы l.l bean размер small примерно я думаю что долларов за 40 я ее выставлю они достаточно дорогие вот такие вот курточки новые из такого именно материала такого фасона около 200 долларов если не изменяет память если я найду я вставлю здесь картинку для вас так переходим дальше маечка то ли спортивная то ли просто такой топик внизу видите как сделан красиво не просто прямо фирма club монако club монако это маечка у меня размер 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 large я ее планирую выставить долларов но я думаю что за 15 долларов можно выставить следующая вещь это мужская футболка от фирмы botto italia дома я нашла когда я уже приехала домой я нашла сзади вот это вот только видите это нет этикетки она просто реальная бирка сейчас многие могут сказать что нужно тщательно отбирать тщательно смотреть вещи да 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 я смотрю я отбираю но вы понимаете что каждую дырку каждый недостаток это просто нереально заметить дальше вот эту рубашку я взяла для себя тоже я нашла ее на свалке от фирма ли размер экстралаш, она такая большая, свободная, но я пока думаю мне ее оставить себе, либо мне ее продали. Она такая зеленоватого цвета, с белыми полосками, на работу просто ходить, под низ можно какую-нибудь майку легкую, и сверху можно даже ее просто так накинуть. Дальше эту рубашку я тоже взяла себе, я ее нашла в магазине Salvation Army, видео предыдущей, которое я выставляла, это тоже что-то похожее на магазин Goodwill, только чуть поблизнее. Если вам интересно, зайдите в мое предыдущее видео, вы поймете. О чем я говорю, вот такая рубашка фирма Jacqueline Smith, я тоже ее взяла, это размер ланч, я тоже ее взяла для себя, чтобы также ходить на работу, работу в офис, потому что у меня рубашек, всяких таких почти что нет, только черные для другой работы, которые я собираюсь взять и выбросить потом все. Вот. А за нее я отдала примерно, наверное, долларов 4, я думаю, потому что там скидка была. Так, дальше. Здесь у меня висит вот такая вот сумочка, нашла я ее на свалке, она просто валялась, я ее взяла, и в нее, знаете, бросала всякие вещи, а потом, когда я уже начала уходить, начала смотреть. И здесь есть фирма вот этой сумки, фирма называется, а если кому известно, она называется Sister by Longer Berger. Longer Berger, oh, got sisters. В общем, такая сумочка, такие сумочки подаются за 3 долларов и больше. Поэтому обычный, какой-то вроде пакет валялся и оказалось. Ну, хороший пакет, дороговатый пакет. Так, дальше. Что у меня здесь есть на моем пистоле? На столе у меня только одна вещь. Переходим вот сюда, вниз. Вот такую вот мужскую кепку нашла. Она из шерсти, я думаю. Да, стопроцентная шерсть. Фирма называется Edcos. Вот как называется фирма. Примерно я выставлю ее за 20-30 долларов. Вот такая она вот серая. У меня была похожая, я уже такую похожую продала. Дальше. Нашла вот такие нереально крутые сапоги. Нашла я их в Salvation Army снова. Они стоили для меня. Я уже убрала этикетку. Сейчас скажу. Если мне не изменяет память, они были 14 долларов. Плюс мне дали 25% скидку на эту обувь. Я думаю, около 10 долларов она мне обошлась. Они, но не новые. Они реально новые. Вот тут даже наклейка еще есть. Посмотрите. То есть, мне кажется, даже... Может быть, раз их кто-то одел. Раз-два раза можно их кто-то одел и все. Они кожные. Фирма называется Vince Camuto. Вот какая называется фирма. Я их выставила за 50 долларов. Какой хороший большой размер как раз. Если кому интересно, они у меня есть и на Poshmark, и на Mercurio. Они у меня есть в продаже. Новые такие стоят. Ну, я думаю, 200 долларов они стоят. Дальше. Пошли мелочи. Из мелочи нашла вот такой вот футляр для телефона от фирмы Rebecca Minkoff. У меня есть одна сумочка от этой Rebecca. Я покупала ее новую себе. Еще до того, как начала заниматься с мамкой. Достаточно хорошие, качественные у нее сумочки. Всякие разные кошелечки. Даже одежда, мне кажется, есть. И достаточно недорогие, если сравнивать, допустим, там, с какими-нибудь, там, Луи Витонами. Допустим, сумочку. Вот у меня такая обычная кожаная сумочка. 200-300 долларов она стоит. Это футляр для телефона. Я так понимаю, это для телефона. У меня был старый такой телефон iPhone X Max. Здесь вы сбоку можете положить свои карточки. Права водительские. И вот так это все захлопывается и на руке носится. Она недорогая. Я думаю, долларов за 15-20 она будет у меня в гостин, наверное, на продаж. Дальше. Следующая вещь, которая у меня здесь есть, это вот такая косметичка от фирмы Donnie & Berks. Я думаю, что эту косметичку выдавали просто где-то. Либо она лежала вместе в какой-то другой сумке, либо ее выдали, знаете, может быть, в каком-нибудь там самолете или еще где-то. Я не думаю, что это кожа. В общем, долларов за 15-20 я тоже выставлю. Ну, если что-то похоже, знаете, на дорожную мужскую косметичку, возможно, положить там дейзик, зубную щетку. Не знаю, какие-то духи. Ну, по мелочам. Я думаю, долларов за 15-20 я это выставлю. Дальше я нашла вот такую вот сумочку от фирмы Targus. Эта сумка, я думаю, что она сделана для камеры, либо для камеры, либо для лаптапа. Здесь есть место для телефона. Она как новая. Долларов за 30. Я ее еще не выставляла, даже не фотографировала. Я думаю, долларов за 30. За 20. Приложит продам за 20. Вот такая сделана. Мужская такая сумочка. Так, следующее, что... У меня здесь еще одежда есть. Придется нам вернуться. Дальше. Я нашла вот такую вот маленькую шкатулку. Она не такая-то там, не ляможель, ничего такого. А фирма... Даже я не смогу ее прочитать. Что-то подобное за 15-20 долларов. Может быть, за 10-15 долларов продается. Но мне понравилась. Она очень красивая. Я буду открывать магазин Etsy. Сейчас, как только у меня будет больше свободного времени, сразу же открываю магазин Etsy. И там у меня будут продаваться всякие вот такие вот... Всякие красивые такие штучки. Какие-то посуды, что-то винтажное. Потому что Etsy это как раз такой сайт, где вы продаете винтажное, хайммейт и все такое. Вот. И у меня будет направление именно вот такие посуды, скорее всего, посуды. Маленькие красивые штучки. Ну и, может быть, не одежда. В общем, что-то вот такое. Дальше. Нашла вот такую вот тарелочку. Она бесфирменная. Такая долларов за 10-15 ее продают. Она вешается на стену. Нашла я ее на свалке. Ну, может быть, доллар она мне стоила. Тоже пойдет у меня для магазина Etsy. Вот здесь была целая коробочка. И здесь написано Made in Taiwan. Здесь 6 новогодних игрушек. 6 новогодних игрушек. Похожие игрушки продаются одну штучку за 15-20 долларов. У меня целый набор. Здесь вот такие маленькие ангелочки. Они все какие-то разные. В общем, они разные. Вот такие вот ангелочки. Здесь написано HONKU. Made in Taiwan. В общем, такие похожие игрушки продают за... Я видела, один человек продает за 20 долларов одну такую штучку. У меня их 6. У меня здесь целый набор, видите ли? С одним лицом, но разные штучки в руках держат. Я думаю, что этот набор я могу продать легко за долларов 30, а может быть и за 40. Тоже на Etsy. Вот такую брошку я себе закинула с Санта-Клаусом. Такую тоже продаю долларов за 10. Но она не такая там с каким-то металлом. Нет ничего такого. Так. Здесь у меня еще несколько вещей есть. Сейчас я вам покажу. Нашла три пары шорта своей любимой, уже полюбившейся фирмы. Релакс, релакс, релакс. Томми Багамас. Томми Багамас. Они размера Latch. Вот такие вот мужские шорты. Они абсолютно как новые. Вот такого цвета. Это какой-то болотный, зеленый цвет. И две пары вот таких вот синих шорт. Они одинаковые. Тоже размер Latch. Тоже в отличном состоянии. Томми Багамас. Релакс. Я их выставила за 25 долларов. Следующая вещь. Это леггинсы от фирмы Атлета. Вот как она выглядит. Если вы такое увидите, обязательно покупайте. Это лого Атлета. Это что-то похожее на Lululemon. Я думаю, что может быть чуть-чуть меньше популярнее, чем Lululemon. Но все равно они делают просто нереально крутые качественные вещи. Вот это леггинсы. Здесь кармашки с одного пока, с другого. А внутри есть кармашек. Это не леггинсы, а капри. Они настолько качественные, настолько прочные. Вы просто не представляете. То есть, если вы такое увидите, размер small, если вы увидите такого много, обязательно берите. Они продаются тоже за хорошие деньги, за 35 долларов. Можно их продать. Дальше. У меня здесь есть вот такая юбка, к сожалению. А может быть, к счастью, она уже продана. Сейчас я буду это все запаковывать своей продажей. И отправлять. Фирма Madewell. Это вторая вещь от этой фирмы у меня. Первый у меня был такой свитер. Он был новый с этикеткой. Я его продала долларов 25-30, если точно. Ну, и нашла его на свалке. То есть, буквально, может быть, он мне до 1,2 доллара стоил. То же самое, с этой юбкой. Она такая легкая, простая. Она продалась за 12-15 долларов, что ли. Мне не жалко. То есть, она мне вообще обошлась на несколько центов. То есть, понимаете. Так. Нашла пару джинсов. Нашла вот такие джинсы от фирмы True Religion. Они новые. Здесь еще есть этикетка. Эта фирма достаточно дорогая. Вот такие джинсы новые стоят 100 долларов. Есть и другие, которые стоят там 150-200 долларов. Но, скажу вам честно и лично из моего опыта, такие джинсы у меня лежат в магазине. Две пары. Они у меня не продаются. А помните те джинсы, которые Рок... Как же они? Рок и Ревайвел. Помните на прошлой неделе, которую я находила? Они мне, кстати, продались. Мне предложили... Я их выставила за 65, но мне предложили их за 45. И я приняла оффер, и я их продала. Я с них заработала 30 долларов. В общем, вот эти джинсы я выставила тоже буквально там за 20-30 долларов. Несмотря на то, что они новые, здесь есть такая вышитая роза сбоку. И также есть вышитая роза внизу. Почему я выставила новые джинсы с отток дешево? Потому что здесь есть небольшой дефект. На правой штане, но сбоку здесь есть небольшие вот такие вот... Как будто собака покусала. Поэтому посмотрим, если кто-то их купит. Так, нашла вот такие джинсы. Эти джинсы я... У меня таких джинсов не было, но я их нашла. Они мне показались необычными. Я их взяла и увидела, что такие джинсы тоже продаются за достаточно хорошую сумму. Фирма называется 1921. Ух, они сделаны. 1921. Вот название фирмы. Я их выставила за 30, что ли, долларов. Это просто прямые такие джинсы. И новые тоже стоят там 100 и больше. Так, и на прощание... Сегодня видео получилось таким достаточно долгим. Хочу вам показать последние две вещи. Я считаю, что это самые крутые находки этого уикенда. Первая самая крутая находка этого уикенда это вот эти обалденные, просто нереально крутые туфлики от фирмы Тори Берч. Размер 8,5. Они в отличном состоянии. Такое ощущение, что их одели, может быть, тоже раз-два. Они внутри, снаружи как новые. Но я думаю, что судя по этому, один-два раза они были одеты. Вот как они выглядят. Вот лого Тори Берч. Если такое увидите, берите, хватайте и бегите. Особенно на свалке. Я их нашла не на свалке, я их нашла в Salvation Army. Тоже это видео есть. Они были 39 долларов. Скидка 25%. Я их купила за 30 долларов. Я их выставила за 120 долларов. Если мне предложат, допустим, 90-100 долларов, я с удовольствием приму ваш оффер и туфли ваши. Ну и последняя находка дня. Находка недели. Находка прошлых выходных. Это, конечно же, Шанель. Настоящий Шанель. Наконец-то. Наконец-то. Розочка, пожалуйста. Не нужно. Розочки здесь тоже понюхать все нужно. Это очки Шанель. Они, к сожалению, не солнцезащитные. Они для зрения. Я не знаю, как продавать очки для зрения. Как я узнаю, для какого они зрения и так далее. Вот как они сделаны. Квадратные такие очечки. Лично я в них не вижу. Ничего не вижу. Вот как они сделаны сбоку. Она, конечно, на Шанель и Шанель. Несколько камушков здесь уже отклеилось от старости, я так понимаю. Здесь написаны все номера. Здесь написано на Шанель, Made in Italy, бла-бла-бла. Внутри на душечках тоже у нас есть Шанель. И вот такой вот футляр. Думаю, что вы можете почистить, все будет хорошо. Вот такой футляр. Один такой футляр продают за 40 долларов, я видела. Где-то кто-то, я видела, продавали очки. Вот тоже какие-то похожие за 150-200 долларов, что ли. Я не знаю, что мне делать. Пожалуйста, вот я хочу попросить, кто знает, сталкивались вы с таким, чтобы продавать очки для зрения. И как мне их продавать? Как человек узнает, для какого это зрения? Как я это пойму? Или люди могут просто купить. Я знаю, что у моей знакомой, у моей подруги, у нее просто оправа Шанель хорошая. А вот эти сами линзы она потом уже заказывает. И ей делают под ее зрение. И она просто туда вставляет. Меняет просто оправу. Я думаю, что можно так сделать. Ну, кто знает, пожалуйста, напишите. Пожалуйста, посоветуйтесь, что мне сделать. Может быть, один футляр продать. Хотя, я думаю, я выставлю все вместе долларов за 150. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот так вот это выглядит. Вот такие вот находки у меня с прошлых выходных. Пишите в комментариях, что вам понравилось больше всего. Лично моя самая любимая находка этих выходных для меня это вот эти вот туфли и очки Шанель. Вернее, очки мне не нравятся. Мне нравятся больше всего футляр. Туфли и вот этот футляр. Это для меня самое любимое. А я жду в ваших комментариях, что вы считаете, что вам понравилось больше всего из-за того, что я вам показала. Сумок, кстати, у меня мало. В этот раз что-то сумок я не нашла, да? Всем большое-большое-пребольшое спасибо за то, что вы со мной. За то, что вам нравится смотреть, проводить вместе время. Скоро мы это будем делать еще больше. Я прям все в предвкушении. Больше видео, больше влогов. Мне нужно выставить новый влог. Я выставлю его, наверное, сегодня или завтра. Я его собирала целую неделю. Сейчас нужно собраться силами, собрать его и выставить для вас. Но сначала мне нужно собрать все посылки, которые я должна отправить, потом уже за видео. Все. Большое спасибо. Пока-пока. Пальцы вверх, если вам понравилось это видео. Пальцы вниз, если не понравилось. И напишите в комментариях, как вы считаете, какая самая крутая находка этих выгодных для вас. Пока-пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok